привет друзья а посмотрите-ка куда я вас сегодня привезла вы удивитесь но я вас привезла на городское кладбище да вот сегодня так хочу вы знаете сегодня вам рассказать многие спрашивают тоже у меня вот как здесь происходит у них похороны захоронения как все происходит вот в англии и я вам обычно показывала довольно много кладбище и возле церквей а вот сегодня вас привезла на кладбище городское это центральное городское кладбище в городе райт вы знаете вот если мы с вами посмотрим на все вот эти вот памятники на все эти плиты то можно увидеть то что здесь в основном старые захоронения очень старые и новых могил вы практически не увидите редко редко когда кое-где можно увидеть но в основном вот 19 век начало 20 века вот такие даже бывает 18 век захоронения новых могил нет а почему сейчас я вам попытаюсь объяснить здесь в англии вы знаете уже давно не хоронят людей вот в землю не хоронят тела не захоранивают все предпочитают кремировать всех это уже давно такое происходит поэтому вы знаете обойти любое кладбище и новых могил не найдешь даже вы знаете здесь у них нет таких вот стенок на стенок специальных как вот у нас допустим в россии где ставятся урны с прахом и там люди семьи приносят цветы какие-то не знаю воспоминания поминают как-то своих покойников здесь такого нет значит вот как происходит у них похорон и захоронения вот эти вот все мероприятия я вам сейчас вкратце расскажу но во первых люди уже здесь дома не умирают а в основном пожилые люди умирают либо в больнице либо они умирают в этих домах престарелых вот в которых в общем-то доживают последние свои годы за них за ними там какой-то уход ну и там естественно они умирают оттуда сразу тело перевозится в крематорий в крематорий вы знаете огромная очередь на сжигание вот очередь длится месяцами бывает так что в общем-то и повезет и где-то раньше месяца придет уведомление что готова в общем-то очередь подошла и можно приходить прощаться но в основном вот от месяца и больше стоят в очереди на сжигание вот эти вот умершие там такие огромные холодильники в этом крематории и вот ожидает своей участи получается что никогда никто конечно не привозит покойников домой прощаться вот как бывает у нас знаете и поэтому здесь вы не встретите несмотря на то что людей умирает достаточно много но не встретите здесь никаких катафалков по городу это крайне крайне редко бывает может быть вот по воле покойного его привозят в дом там не знаю какое-то время проститься а в основном всегда это происходит там же в крематории там есть такой зал для отпевания и сразу из этого зала гроб спускается в крематории в печку сжигается вот сейчас расскажу вам я вы знаете очень много знаю про то как отпевают здесь покойников я конечно не хотела бы знать это так подробно но получается что вот я бывала очень часто вот на фьюнерал на похоронах на этих на таких и знаю как это происходит вся церемония и даже я помню однажды вот уже в очередной раз побывав на такой похоронной церемонии мы выходим оттуда и ко мне подходит леди английская и она у меня спрашивает ну что как вам типа понравилось не понравилось как у нас отпевают может быть у вас в россии по-другому а я говорю вы знаете как можно спрашивать понравилось или не понравилось я конечно предпочитала бы посещать все-таки свадьба не похороны и она как раз хохоталась говорит ой как вы шутите интересно у вас такие такой юмор чисто английский я говорю да не знаю по моему юмор везде одинаковые я вообще-то так не с юмором а просто говорю то что существует ну и вот несмотря на то что человек умирает в одиночестве в этом доме престарелых но как вы понимаете у него конечно же есть семья какая-то обязательно есть семья семью оповещают и значит вот ждут все когда им придет следующее оповещение сначала оповещают о том что человек умер а потом сообщают когда подошла очередь на кремацию и вот люди к этому времени приезжают здесь все это знаете так скажем поставлена на поток вот поэтому на родственники никогда там особенно не присутствует ну может быть там какую-то одежда я не знаю да и то это наверное все раньше приносится еще когда человек был в доме престарелых находился поэтому вот оповещается все приезжают назначенное время вот в такой специальный зал в том же там где кремируют тело вот в этом крематории приезжают все туда собираются кого приглашают все рассаживаются аккуратненько такой довольно большое помещение даже чем-то похоже на их церкви вот такие же там сиденья вот и завозится заносится гроб очень неуютненький такой приличный симпатичный гробик я бы не сказала что такие они уж тут шикарные эти гробы обычные все гробы закрыты друзья никогда не бывает чтобы гроб здесь был открыт вот нашла более-менее такую свежую как сказать не старую могилу ответьте здесь их года девятьсот тридцатый девятьсот двадцать седьмой это поп когда похоронен девятьсот четвертый девятьсот второй и написан год сколько было человеку сколько было человеку лет шестьдесят четыре восемьдесят восемь шестьдесят четыре шестьдесят шесть видите вот но это тут целая семья это вот считается такие новые могилы так вот завозят заносит этот гроб ставят на специальное возвышение в центре зала все конечно встают когда гроб заносится потом опять все рассаживаются вот и там такая рядом кафедра трибунка небольшая по очереди выходят те кто хочет что-то сказать какую-то речь произнести родственники в основном всегда выходят уже по бумажкам читают какой был человек какие он совершил подвиги или что-то такое еще хорошее сами понимаете никогда я не видела чтоб такие какие-то слезы рыдания нет этого ничего нет все очень спокойно опять же как у них всегда потом когда все кто хотел сказать какую-то речь сказали выходит священник этот бишеп вот и он начинает тоже свою речь обращенную к богу типа такой отпевальной молитвы он ее произносит тоже за трибуной за этой кафедрой но это длится все вся вот эта церемония она длится от 40 минут бывает меньше будет больше до часу но где-то так вот после того как священник произнес свою молитву там начинает играть музыка медленная такая приятная никаких вот этих вот специальных похоронных маршев как у них как у нас нет здесь нету музыку каждый берет так тому такую как кому нравится играет эта музыка постепенно все опять встают и постепенно групп такой автоматический там на эскалатор или как сказать такая вот у него площадочка он и съезжает 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 уже никто его никуда не несет он сам автоматический поехал 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 там такие шторки на он за эти шторки заезжает и туда спускается вниз уже саму печку на сжигание в крематорий вот после того как шторки закрылись гроб уехал музыка вы включена все поднимаются и выходят потихонечку из этого зала значит на выходе ждет обязательно стоят вот родственники которые значит принимают от соболезнования каждый подходит каждый говорит опять какие-то соболезнования этому родственнику это тоже так принято кто-то даже денежки дает но дает не в руки вот человеку а специальная такая стоит такое поднос и оставляют там деньги кто хочет конечно кто не хочет тут не оставляет в основном все оставляют там по 20 фунтов по 10 как-то так вот все выходят этот родственник он на всех приглашает напоминает все кто к нему подходит он напоминает что вот вы знаете пожалуйста подходите там допустим два часа вот у нас будет небольшой обед в папе в ресторане или где-то еще так как у всех есть машины то никогда тут никаких автобусов не заказывают для того чтобы ехать вот помянуть каждый на своей машине добирается уже вот в ресторан или в папа как вы видите вот я гуляю белый день центр города никого здесь нет вот только такие вот редкие гуляющие с собачками потому что в основном это как парк получается уже у них используются вот такие кладбища значит вот на поминках там не бывает никаких там блюд первое второе третье такого не бывает в основном это снег как говорится как здесь это называется но вот типа бутербродики какие-то сэндвичи какие-то может быть такие вот легкие закусочки идти по шведского стола каждый подходит и каждый себе там что-то накладывает обязательно стоят чайники кофе чай термосы такие большие наливают то есть все до самообслуживание потом идут за столики садятся и вот так вот происходит вот такие поминки но вы знаете бывает даже так что там бывает выпивка но выпивку в основном каждый сам себе заказывает по в баре здесь такого нет чтобы покупались бутылки для всех выпивки как у нас тоже принято нет если кто-то хочет выпить пожалуйста идите в бар покупайте себе а здесь заплачено только за кофе вот и за сэндвичи но и потом вот так вот на такие вот поминки бывают люди даже уже и забывают зачем они сюда приехали и уже начинает раздаваться смех какие-то веселые истории рассказывают уже забыли об этом покойнике которого пришли проводить уже там никаких речей ничего не произносится вы знаете что вот это тоже как-то немножко для меня странно может быть связи с тем что люди достаточно пожилые умирают но я была и на похоронах не очень пожилых людей то же самое все вот так вот происходит вот поэтому они себе сердце не рвут как я говорила уже они думают о себе очень беспокоиться о своем спокойствии поэтому никаких открытых гробов или что-то такое вы здесь не найдете некоторые даже удивляются говорят вот пришли принесли они этот гроб а кто знает что там ваш покойника вдруг там что-то перепутали но это уже надеется наверное только на то что не перепутали и вот и все люди посидели покушали все потом постепенно уходят и на этом кончается вот такое вот прощание ли что дальше наверное где-то через не пять или неделю опять сообщают родственникам что они могут прийти и забрать вот урну с прахом это не сразу происходит а где точнее через пять через неделю вот значит приходят забирают эту урну с прахом и дальше чтобы ее куда-то захоронить я говорю здесь очень мало таких мест практически нет а почему а потому что чаще всего что они делают с этим прахом они пепел развеивают просто по ветру вот вы знаете тоже интересно наверное 90 процентов вот происходит вот так что развеивают пепел по ветру может быть если покойник что-то хотел именно над каким-то местом бывает над океаном развеивают бывает над его домом бывает просто где-то я не знаю в саду и все и память об этом человеке остается только в мыслях в памяти в голове его родственников и друзей больше если вы захотите куда-то прийти почтить память то прийти положить цветы будет уже некуда обычно даже вы знаете вот чтоб не было каких-то проблем чтоб не было разночтений обычно люди уже в завещании указывают по моему даже в самых первых там каких-то строчках как бы они хотели чтобы их похоронили вот обычно пишут что я хочу быть кремирован чтоб мой прах там развеяли над морем вот так в основном пишут так поэтому как вы понимаете вот и кладбище только старые новых могил вы не увидите но еще интересный такой момент что вы знаете вот несмотря на то что уже никаких под захоронений нет и очень редко где вы можете увидеть какие-то цветочки в основном наверное уже и люди то все поумирали которые могли бы слить смотреть вот за этими могилами следить но никогда такого не будет чтобы это кладбище было снесено я не знаю как в центральных там городах англии может быть в лондоне из-за того что земля дорогая там такое происходит что сносят кладбище сравнивают землей но здесь вот нет здесь это кладбище будет продолжать стоять долгие 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 годы десятилетия а может быть и столетия никто никогда тут и не чего не разрушит и не затронет и вот вы знаете даже для меня так вот тоже интересный такой момент что вот представляете допустим пройдет каких-то лет 200 дай бог что останется на цивилизация еще жива здорова и люди будут ходить наши потомки смотреть вот на эти кладбища и удивляться а куда же пропал целый пласт людей целые несколько поколений людей что нет могил может быть они уже вечно живут вот странно понимаете да а вот нет эти люди просто исчезли с лица земли потому что были кремированы и вот так вот сожжены не знаю опять же хорошо ли плохо ли и вот то что они не плачут над покойником даже я помню священник тоже говорил я когда помню приезжала я думаю надо же как-то сделать такое знаете мрачное траурное лицо как-то как у нас это принято а там нет там всех встречают улыбаются и даже священник мне сказал что не надо не надо не надо скорбеть все прекрасно человек уходит к богу и все это ждет ожидает нас всех мы должны к этому легко относиться вот не знаю хорошо ли плохо ли но они вот и не волнуются по этому поводу и не скорбят совершенно другое отношение кстати вот никогда я не видела чтобы отпевались покойники в церквях нет наверное опять же вот происходит такое что люди все больше как-то перестают верить в бога но это так чисто символически отпевания происходит но она происходит вот в крематории и в какой церковь никого не везут и ничего такого там не бывает вот здесь кстати впереди если вы видите два маленьких чапал церквушки вот раньше здесь отпевались покойники вот а сейчас все закрыто да вот еще забыла сказать когда происходит отпевание прощание в этом зале вот в крематории там всем раздают всем кто пришел всем раздают такие брошюрки это обязательно у них как на свадьбы так и на похороны только раз по-разному там все это написано вот такие брошюрки портрет человека небольшой фотография на центральной вот этой вот на центральном листочке написано его имя написано дата рождения дата смерти и дальше вы раскрываете она такая типа открытки раскрывающийся на плотном картоне раскрываете там написано какие кто произносит речи по очереди какое время и сколько минут их каждая речь занимает то есть понимаете что все это организовано это все не так спонтанно кто-то вышел там зарыдал и начал говорить что-то нет цвета говори но заранее все это сделано вот потом записано на брошюре и потом внизу написано что вы можете в такое-то время значит вот проследовать по такому-то адресу на торжественный обед вот такие вот друзья дела не знаю на такую мрачную вам сегодня тему я подняла но опять же все равно наверное будет интересно как это происходит других странах как это происходит у нас для сравнения пока пока